Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрых справ. Акция «Моёй краине» пройшла у Мазыры. У Гомеля з'явилася граффити Скарыны. Незвычайный малюнок упрыгожий у стены Державного университета. И больше подробязно об этом и не только. Хлебом нового ураджаю сёння частовали комбайнеров у Чачирском районе. Рыхтовали почастунки пострадавней рецептуры супрацовники одиного на Гомельщине музея хлеба. Дегустация пройшла прямо у поля. На месте подей побывала Ганна Ковалева. Некольких годов тому при культурно-спортивном центре вёсцы Батвиново от Чачирского района з'явился первый на Гомельщине музей хлеба. Тут собрали всё, что тычется истории этого продукта. От инструментов о працовке земли до коллекции рецептов, яким больше 100 годов музей наведывают не только мясовые жахары, а и туристы из Германии, Италии, Голланды и других краин. Уникальность установил тем, что тут можно не только доведаться про историю, а и попробовать её на густ. Специально для этого супрацовники музея выпекают хлеб по стародавней рецептуре. Даже сегодня у них распоряджение мука с нового ураджаю, собранная мясовыми хлеборобами. С нового помолу мука и так насыщена кислородом, я ещё не успела и наслежаться, поэтому хлебок наш отремливается вельми смачный. Особливо приготовлены в печке, у них и корочка хрустящая, и он и доброзасмаженный. В общем, одно объединение с таким хлебцем. Даже сегодня хлеб рыхтует не для дагустации туристов, его везут прямо у поля мясовым комбайнером, кобдать поспробовать им плён своей працы. Дагустация проходит под живую музыку. Невеликий концерт для хлеборобов подрихтовали творческие коллективы Чачевского района. Чувство хорошее, свой хлеб, который убран своими руками. Хороший на вкус. И урожай хороший. После перепынку комбайнеры протягнули уборку. Затым прямо с поля урожай отправится на зерни сушилки. Тут с допомогой специального инструмента проверяют вельгодность зерня. Когда я на больше 19%, партия идет на сушку. В этот час я ее сортують по якости. Не что станет зачином для будущей поселной, а не что отправится у ликдержзаказу. В общем, на сушце сборжа не затримывается больше, как двое суток. Затым я его снова проверяют. Норма 14%. Взять, если в руку, то по ощущениям оно чувствуется, что оно влажное. И немного его досушим, оно будет нормально. И потом, после того, как мне сообщают, влажность проверена, сток это, сток это, тогда уже заказываем машины, приезжают машины, отгружаем все на хлебопродукты. В уголе об якости селетнего урожаю специалисты отхукаются добро. Кажут одино, складанностью тем, что холодное лето отсунуло термины початку уборочной. Однако дождливое надворье в этом выпадку было навод на руку. Дяку че достатковой вельхоти, колос налился больше, чем звычайно. Увы, некую урожайность, высшая за летошнюю, 30 центнеров с гектара. Да и нагнать, темп уборочной в районе отрымалось. Для этого отремонтовали все старые комбайны и поставили у линейку с новыми. Теперь на полях района их 47. И Чачирщина идет у ответственности с графиком. Убрана больше, как треть площадок. Хозяйство готово сработать намного больше. Тем более, что в этом году у нас довели задание, значит, первое рассчитаться с госзаказом. Первые три очереди мы все полностью закроем. И еще хозяйство останется, еще даже зерно. Перевыполним, госзаказ без вопросов перевыполним. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, Утелерадио, компания «Гомель», Чачирский район. До инших тем. За минулые выходные на Гомельщине потанули 4 человеки. Утымлику 8-годовое дитя. У большинства выпадков причиной трагедии стало гребывание правилами безопасности на воде. У субботу 5-го жня у Агрогородку Кирова Жлобинского района потанул 8-годовый хлопчик. Он разом с другими детьми купался в мелиорацийном канале без нагляду дорослых. У гэты ждень у Ветковским районе поблизу везки Шарстину, пойме Сожа, 38-годовая жанчина доплыла до середины водоема и изникла с поля зроку. Ее тело достали с воды после двух годин пошуку. Трагедии повернулся заплыв и для 54-годового жахара Светлогорска района, який купался в затоцы Березины. У Будокошалевским районе потанула молодая жанчина. Ее малолетних детей выратывали, отпочивающие на пляже. Родители и трое малолетних детей. В какое-то время мама с трехлетним мальчиком оступилась на глубокое место и оказалась в воде. В воде оказалась и четырехлетняя девочка. Все вместе стали тонуть. На помощь им прибежали двое отдыхающих мужчин, которые успели извлечь из воды детей. Маму извлекли позднее, 94-го года рождения. Но это уже было поздно и мама погибла. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Усяхоза минулые выходные на водоемах выратывали два человека и попередили 105 несчастных выпадков. Утымлику 21 с уделом неполнолетних. Гомельская областная организация «Освод» обращается ко всем жителям, чтобы они не отдыхали в местах неположенных, выбирали место там, где есть спасатели, где может быть оказана им помощь, где соответствующим образом подготовлен водоем. Как на берегу, так и его подводная акватория. Постоянно в поле зрения держать детей несовершеннолетних под контролем. Протягиваем выпуск. У Лоеве завершая работу областный межведомостный лагер «Патриот». Все летая гоудельниками стали 40 подлетков с четырех районов Гомельщины. Один день жития лагера. У материала Олега Синцерова. Интернат Лоевского педагогического колледжа. Миновито тут, подчас школьных каникул разместился областный межведомостный лагер «Патриот». Правда, непосредственное помешкание подлетки только отпочиваются. Увесь остатный час, расписанный литерально по хвилинах, каждый день с детьми занимаются супрацовники некой организации, милиции, отдела на звучанных ситуациях, освода БРСМ, пограничники. Территория, на которой находится пограничная катера, закрытая. Олег для удельников лагеря «Патриот» на этот раз зарабили выключение. Правда, экскурсии непосредственно на суднах в программе не предугледжено. Усёшники побочь – державная межа. У вогули пограничники, основные шефы межведомостного лагеря, военнослужащие погранкомендатуры с подлетками знаходятся постоянно. Непосредственно на территории войсковой части проходят показальные выступления кинологов и занятки со сброей. Неколь сборку и разборку автомата мог провести каждый школьник. Зараз шмат кто не тримая калашников у руках до самой службы у армии. Хоть курс початковой военной подрихтовки – не самая головная задача наведывания погранкомендатуры. Проводим занятия по правилам посещения пограничной зоны, пограничное законодательство обучаем. В дальнейшем может идти какой-то пригодится в его жизни и даже знать основы пограничного законодательства. Аптомат садзейность областного лагеря «Патриот» можно мерковать по его полной назве – военно-патриотичный оздоровленчин. Спортивное споборницу тут у вогули практически каждый день. Усёй в денеке лагера – подлетки, які знаходятся на разных видах профилактичного улику. Деталевого анализу эффективности работы лагеру, на кшталт наступного занятия зулику никто не проводил, але выпадки, коли поводины подлетку змінялися, ёсть. У нас был такой мальчик, Примак Константин. Это был лоевский мальчик, который в своё время состоял на учёте по делам несовершеннолетних. Но за время прохождения он был 4 года подряд в лагере. Сегодня этому ребёнку есть чем гордиться. Он спортсмен у нас, он занимает призовые места не только в районе, но и в области. Я знаю, что даже он участвовал и в республиканских соревнованиях. Очень много у него медалей, грамот. Я думаю, что этот лагерь пошёл на пользу. Подъёмы 7 ранницы от бою 22.00. Помеж ими – разностайные занятки и пятиразовые, як у санатории, харчеванья. На гэтый раз на столах салат со свежих горков, рысовый суп, котлета с тушеной капустой и компот с апельсинами. Практично все выдастки за басного бюджету. Межбедомысный лагерь «Патриот» працует 9 дней и завтра завершает свою работу. Мат, кто каже, что в наступном годе меркует приехать в Рою знову. Нормальные ребята все, хорошие, нормально, все ведут. Мне понравилось в тот раз, я в этот раз съездил. В следующем году ещё поеду, если он будет. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадио компания «Гомель» Злоева. Варушися, раби, развивайся, радуй. Под таким девизом на Гомельщине проходит патриотичная акция «Добрых справ в моей краине». Проект стартовал 22-го красавика у Хойниках и за этот час пройшёл у Брагине, Будакашалёве, Вецы, Жлобине и широку инших районных центров. А у первую суботу жнивня святочную эстафету принял Мазыр. Наш Тариканал стал активным удельником этого масштабного проекта. Основным местом проведения святочных мероприемств у Мазыры стал городский парк культуры и отпочинку Перамога. На протягу дня тут працавали тематичные интерактивные пляцовки, выставочные экспозиции, проходили спортивные мероприемства и конкурсы, працавали детячие аттракционы и гандлёвые роды. Так, добрыми справами и новыми традициями Мазыране унесли свою лепту у областную акцию «Моёй краине». Сегодня родилась традиция, лучшие дети Мозырского района, отличники, были приглашены к нашей городской районной доске почётов. И специальные ведущие рассказали детям, какие же передовики есть в Мозырском районе. Отрасли промышленности, сельского хозяйства и так далее. Дети очень радовались, потому что на каждом из этих предприятий работают их родители. Добрых дел мазырянами, особенно за последнее время, сделано очень много. И достигнуто много хороших, добрых, значимых результатов, достижений. И это достижение творят каждый из нас. Горожане, сельчане, работники промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы. «Не могу не сказать сегодня о молодёжи. Конечно, молодёжи – это наше будущее, это наше завтра. И, знаете, сегодня мозырская молодёжь, она особенная. Они вдохновители новых идей. Они воплощают эти идеи в жизнь. Они креативны, они хотят сделать жизнь ещё интереснее и разнообразнее. И у них это получается». Любый жадающий так само мог отримать корыстную информацию каля специальных зон, подрихтованных районными организациями Беларусского товариства «Червоного крыжа», Белой Руси, Беларусского республиканского союза молодёжи. «В парковой зоне организовано много различных конкурсов. И я очень рада, что ваше телевидение «Беларусь-4» опять присутствует у нас, потому что вы являетесь нашими хорошими друзьями. Я рада, что вы разделяете радость этого праздника вместе с нами». Не глядячи на спякотное надворье, жадающих убачить урочистое открытие акции «Моёй країне», у Мазыры собралося шмат. На головной сцене гучали веншаванни и песни творчых коллективов Мазырского района. У рамках святочных мероприемствов телерадоя компания «Гомель» презентовала телеканал «Беларусь-4». Вядучая расповядали про новые проекты и сокреты телевизийной кухни. Кожный выход гостей на Мазырскую сцену сустракали гарачими аплодисментами. Доведаться про новины регионального телеканала, поудельничать у конкурсах и отримать право на приз с логотипом «Беларусь-4» пришли гораджане усих узростов. Нечаканным сюрпризом для гостей свята стало выступление Виталя Сычова, удельника «Славянского базара» у Витебску, финалиста телепроекта «Зорный дележанс». Не боюсь я тебя любить, не боюсь с ума сходить. Областная акция «Моёй країні» протягивается. 19 жюня святочную эстафету приме городский поселок Октябрьске. Наталья Волынец, Валера Игапанько, телерадоя компания «Гомель» из Мазыра. У «Гомель» з'явілася граффити с Карыны. Незвычайный малюнок упрыгожий у стены Державного университета и кіносить ім'я беларускага перша друкара. Напісав партрет одного з самых вядомых беларуса у «Гомельський архітектор» Дмитрий Казлюк. Промеркавав роботу до 500 годзі беларускага книга друкавання. Як вядома, першай беларускай друкаванай книгай став псалтыр Франциска Скарыны. Процес створення гістарычнага граффити у наступным матеріалі. Гравюрная сонца, месяц і сам партрет Франциска Скарыны. Площа малюнка – 64 квадратныя метры. Гэты твору стилі граффити – самый масштабный праект гомельського архітектора Дмитрия Казлюка. Монументальне творчество требують і труда затрат, і жизненной енергії. Ну, я готов был к этому, ко всему, поскольку я делаю этот праект для своего маленького сына. Это прежде всего удовольствие от того, что я делаю что-то масштабное для города. Я создаю, надеюсь, такое достопримечательное место, чтобы люди могли здесь встречаться, чтобы студенты могли здесь фотографироваться. Кожный день на вышине 12 метров ён крок за кроком ішоу до реализации своей мары. Кажа при такой спякоті працаватня просто, але і єсті плюсы – фарба худка сохня. У самой навучальній установі, яка адарычі носить імя відомыха земляка, ідею підтримали. Университетом імя Франциска Скарыны ВНУ стала ў 1988-м годзі. Пасля навуково-даследшіх работ професора Уладзімира Аничэнкі, які отычыліся особа ідзейності великого свєтніка наші країны. Такая плённая праця, скажам, Аничэнкі, яго супрацовнікаў, вучняў, распаусюджування ідэй, широкая рекламація сірод студэнства, сірод навуковців, досягненняў значності Скарыны, сприяла таму, каб ініціаваць ап присвоєння университету імя Франциска Скарыны. Ми будзем рады, якщо це станет якім-то знаковым местом, і студенты будзут говорить, встретімся ў скульптуры студентки ў 5-го корпуса, или, напрямер, ў Франциска Скарины ў 1-го корпуса. Туристы, гости города будзут більше узнаваць о наших знаменитых людях, о тех, хто более 500 лет назад кадата стоял у істоков книгопечатанья в Беларусі. Дарэчы, минавіта каля гэтага корпуса в ўніверситеті ладзять урачыстай лінійкі. Із усім худка першокурснікі пачнуць своё навучанец, пажадання адзнакамітага ва ўсім свеці першодрукара. Ольга Халадовіч, Ганна Каральчук, телерадоакампанія Гомель припатрымцы агентства Теліновін. Гэтэ, а так сама іншая навіны вы можыця знайсці на нашым сайті ў інтернэці па адрасі www.tvrgomel.bivay Далі ў эфіры «Спартывны агляд». З навінами спорту вас пазнаёміць мой калега Максим Савін. Максим Савін.